начал запись на всякий случай тут начинаю тяжелое воспоминание было тяжелое было воспоминанием прыгал я по каким-то камням которые плавали как в лаве я прям как чуть не голиком но я такой в юноша вот чувствую что сам жарко прыгаю прыгаю по направлению к такому большому толстяку он где-то ну эти этажку наверх носить на небольшая голова но метра так 2 1 голова 3 но большое тело даже там не рук ничего но он какими-то молниями пуляется чем чем-то не пуляется я понял прыгаю потом еще кое-что вспомнил как это и проснулся тяжелое было воспоминание мы потом поразбирали так и не записали давай запишем сейчас моно что это за воспоминание ты про обжору до обжора так назвали его да я понимаю о чем ты вижу помню мы с тобой об этом говорили планета колонизатор колонистов колонистов маленькая планета не колонизированная планета маленькая планета не слишком густонаселенная там высадилась условно говоря около двух тысяч человек больше меньше например на где-то так не больше прошло лет пятьдесят может чуть больше может чуть меньше около пятидесяти лет прошло с момента того как высадились на этот планет какой-то огромный огромный корабль людей которые находились в состоянии сна пока плыли летели чтобы тело не старело было введено в какой-то я не знаю в какой-то сон был введен человеческое организм сон как изменение только кубы то ли прямоугольники скорее кубы там как вообще иные законы вселенной были немножко не времени не было но либо иначе текло либо они не спали у них как жизнь в это время какая-то проходила но это не была жизнь в нашем понимании там кушать ходить на работу они просто в каком-то очень интересном месте находились что им не было там страшно скучно тяжело или что-либо еще как какое-то место для развлечения у них было для отдыха для развлечения там не было каких-то физических вот носителей что там они на острове пальмы что-то еще нет ничего такого не было просто пространства где им было очень хорошо прилетели не давай все таки с конца начала давай сначала все таки чему я туда пошел-то прыгал я там жил видишь как люди там жили кто такой-то обжора куда можно начинать кто такой этот обжора обжора это человек который остался охранять корабль который не пошел налаживать будет налаживать жизнь а который остался в корабле он как ученый он взаимодействовал с тем как сказать компьютер сразу не знаю как назвать то устройство на корабле который поддерживал до которая поддерживала жизнедеятельность людей которое вело их и которая рассчитывала курс это все делал он как-то с конца начали ну ладно начнуло все как какой-то магический мир но где магия где техника наука я думаю отделить уже невозможно почему мы такие там бедные были вообще все в непонятно в руках муть их планета была сама по себе не густо населенная промышленность там развивалась какое-то время как несколько десятилетий десятилетия полтора-два развивалась промышленность некоторые как вещи с собой привезли некоторые станки с собой привезли некоторые как фабрики были настроены или как это называть я не знаю я буду пользоваться тем теми параметрами которые я знаю как прилетели и какой-то будет обустроен и обустроили земля та земля которая та планета сама по себе была не очень подходящая для жизни она была температура более низкая скажем так более холодная более низкая мы были в рухляде одеты потому что промышленность полностью умерло люди перестали этим заниматься то что успели развить скажем так пришло в упадок потому что при 100 лет заниматься потому что была не очень много наделано по времени не было много времени чтобы это развиться и просто перестали люди этим заниматься потому что этот хороший человек или нехороший человек, учёный, он всё-таки досмотрел, допрограммировал, выдумывал, вошёл в взаимодействие с той планетой каким-то образом, вышел на другой уровень и начал подключать людей к чуть-чуть параллельной Вселенной капельку. Как сдвигал, да. Доработал это анабиоз пространства. Да. Довёл его, доработал его как-то, довёл до совершенства, до какого-то, как он считал. И начал людей, люди физически находились в теле, они абсолютно были дееспособны, они двигались всё, но за то, что они проходили какой-то как обряд подключения, посвящения, неважно, подключения к той реальности, это было технически, но это было на уровне магии. Они получали возможность иметь все материальные блага для себя только. Вот как нафантазировать или напридумывать это всё, о чём они хотели, о чём они после этого подключения, о чём они только могли захотеть, то к ним и приходило, только нельзя было захотеть для кого-то другого. Можно было захотеть только для себя, и условно говоря, если придумать торт, поделиться этим тортом с кем-то нельзя было, нужно было самому сожрать этот торт, условно говоря, потому что у других не получалось поесть, если они им не подключены. А место как реализация желаний, что ли, но в то же время это было в реальности? Да, это как то, что они хотели, могло материализоваться, но за эти люди тоже платили определённую цену. Во-первых, их, скажем так, полностью лишались эмпатии и чувств каких-либо. Они не ощущали других, они не сопереживали, не чувствовали какого-то там страха за других или не могли любить кого-то другого. Это было идеальное общество потребителей, я бы так сказала. Они просто хотели и получали то, что хотели. Из плюсов ещё, кроме того, что они могли материализовать любое желание, у них был ещё один весомый плюс. Их тело принимало, облик дорастало до 25 лет, а дальше оно не менялось абсолютно. Долгое время оно оставалось на уровне 25 лет. Из минусов, то, что получали, кроме того, что это, ну, можно сказать, спорно, лишение эмпатии, это плюс или минус для тех людей был. Но из минусов, то, что они не могли рожать детей, потому что их тело физически изменялось, и все они умирали на уровне 61 года. Дольше они просто не жили. У них был такой вот период жизни, там с рождения и до 61 года. Но они абсолютно ничем не болели. Они были абсолютно здоровые, они чувствовали себя чудесно, они могли себе нафантазировать, наколдовать, как угодно. Это можно назвать хороший дом, там чудесную лужайку возле дома, что-либо из, ну, любые. То, что они знали, те предметы, которые были у них в обиходе, то, чем они могли апеллировать, как вот карандаш, ручка, о чем они знали, то все они могли нафантазировать, и это все у них получалось. Ну, их как сдвигали какую-то цифровую голографическую реальность. Ну, Вселенная голографична, они как бы оставались в этой Вселенной, но сознание было на определенных уровнях. Сознание и тело. Ну, все ли их, все ли они полностью, ли в эти уровни перемещались? Нет, они не перемещались. То, что я назвала обрядами или посвящениями, или подключением, это было какое-то техническое устройство, это была часть того здорового, как корабля, или что. Я это помню, как огромная такая, как барокамера, как томографию, как у нас делают, только большое такое, оно как на пол комнаты, условно говоря, и человека туда завозили, с человека как скрин, туда-сюда, туда-сюда ходило, вот так по человеку. И минут через 15 человек, когда выходил оттуда, у него немного кружилось в голове, он как, знаешь, как вроде вот человеку надеть очки, и он первое время привыкает, его шатает, он не может привыкнуть к таким очкам, а потом уже привык и видит хорошо. Вот первое время его немножко так шатало с человека, а потом он привыкал и мог фантазировать, ну там буквально, я не знаю, 15 минут, там полчаса, какое-то время, я не знаю, но я знаю, что какой-то промежуток времени и уже всё хорошо было. И уже человек мог абсолютно полностью реализовать все свои мечты. Но за этот процесс у него изымалась душа. Во время этого процесса у него от его физического тела, от сознания, как это назвать, душа перемещалась абсолютно в другое пространство. И куда? В этого обжора. Он не был изначально таким огромным, и он не проецировался как такой огромный. То пространство, которое ты говоришь, что прыгал по лаве из камня на камень, это тоже было параллельное пространство. Он как утащил тебя на те уровни, на которых он мог себя чувствовать более выигрышно, а ты в проигрыше. Вначале шло подключение тех, кто хотел на уровне 25 лет. И они понимали, что у них есть, условно говоря, там 36 лет жизни, чудесной жизни, не нужно ничего делать, и всё отлично будет. Потом, через какое-то время, этих людей уже там с 24-х лет, с 23-х, и дошло до 16-ти лет. Люди, которые были подключены, их тело не менялось, и ещё был один минус, они, или плюс, не знаю, особенность была, они не могли иметь детей. Те, которые родили до этого возраста, скажем так, в начале, это было до 25-ти лет, они становились абсолютно равнодушны к своим детям. Их дети, но у них не было никаких чувств, у них не было эмпатии, у них ничего не было. И им эти дети стали просто неинтересны. Были люди, которые не были подключены, потому что у них был какой-то возрастной порог, уже более высокий, когда он это придумал. То есть там были люди, которым было по 30 лет, там по 40, старых там не было, потому что, во-первых, старые не летели в корабле, брали только молодых специалистов, они ещё не успели. И там прошло какое-то время, условно говоря, когда все высадились, после этого, через 20 лет, ну или через 30, этот профессор придумал, да, он придумал такое, вот не придумал, а усовершенствовал это устройство и начал так делать. Это не было как принудилокой никакой, никто не заставлял, но люди, которые первые пошли на это, они увидели, что очень много благ, и все остальные начали подтягиваться просто. не понимая, что за этим стоит. Не понимая, что за этим стоит, связь с той планетой, откуда они прилетели, была то ли утеряна, но я знаю, что не было связи, они там были как оставлены сами по себе, вот условно говоря, там эти две тысячи, и сколько их там успело расплодиться за это время, вот пока ещё. Там побольше, но не важно, да. Ну не важно, да, ну две, там пять, не важно сколько тысяч, но это были те люди, которые на одном огромном корабле смогли прилететь, не больше. Планета не была густонаселённая, это был определённый контингент, немного людей. Ну вот цена, это цифровой мир, они условно в цифровом мире, голографическом, ну у нас все, они тоже голографичны, на некотором уровне. Планета сама себе находилась в таком магическом секторе, скажем так. Такие свойства не были. Да, такие свойства были у этой планеты, можно было как между, ну между листочками ходить туда-сюда. Поэтому у этого, ну учёного так получилось. я помню себя, я молоденькая девчонка, там условно говоря, на тот период, который я помню, с 16 лет уже проводили вот это вот, этот обряд посвящения, подключения, что это такое, если изначально это было из 25, то он уже зажрался, он уже пораньше, пораньше, ему нужно было всех хапнуть. И уже с 16 лет проводился вот это вот. Но я ещё не доросла была до этого возраста, ещё там чуть-чуть мне как осталось. Я помню тех, кого я называла родителями, мама и папа, но я абсолютно не уверена, что они были моими родителями, они были достаточно старые. Насколько я понимаю, им было лет около 70. И если вот я не помню, чтобы у них были такие вот чувства, как к родному ребёнку. Они заботились обо мне, они воспитывали, они были очень добрые. Но или бабушка, дедушка, или вообще чужие люди, которые подобрали ребёнка, который стал не нужен своим родителям, потому что у родителей пропали все чувства. Зачем ребёнок, которому ничего не чувствуешь? И они просто начали меня воспитывать. Они не были там противниками или сторонниками этого обжора. Они просто не попали по возрасту. Они были уже старше на тот момент, когда он начал подключать. И они не вошли в тот возраст, а ему был важен какой-то возрастной порог. Старше, чем уже что-то, не происходило каких-то изменений. Моложе можно было сдвинуть, а постарше брать он не мог. Почему? Они были не против, если я дорасту и пойду туда, но пойду и пойду. Они были не против. Они не заставляли меня. Они просто жили, но им так не повезло, другим повезло. Другие стали иметь всё, ничего при этом, не производя ничего. За это не... Да. А им так не повезло, но им пришлось доживать так, как пришлось доживать. Они так считали. Там холодно было. Изначально там была настроена какая-то промышленность, знаешь, как текстиль, что-то начали выпускать. А потом это всё прекратили. Все то, что работало, перестало работать. Зачем работать, если вот щёлк, подумал и всё есть. Зачем что-то производить стало людям. Общество было практически полностью подключено. Некоторые оставались вот так вот, которые не подключены. Те, которые были старше... Ну школу мы закончили, там какие-то школы были. Да, школы какие-то были, потому что детей нужно было чем-то занимать до 16 лет. Те дети, которые ещё оставались. У некоторых рожались дети до того, как они себя прошли по священию. Некоторые изначально ещё не попали туда. Это же не было так, что щёлк и все в один год подключилось. Сразу это было какое-то небольшое количество людей. Потом больше, больше, больше. Потом некоторые сомневались, некоторые смотрят, очень классно себя чувствуют, и мы пойдём. И так на протяжении двух десятков или скольких лет, что вот так потихоньку всё общество практически перешло в тот лагерь, скажем так, в лагерь тех, которые были подключены. У неё был очень-очень худой. Тебя я встретила в 18-летнем. Ну как встретила? Ты пришёл. Там какие-то остатки железной дороги было. Изначально, когда люди расселялись по той планете, они между собой коммуникацию какую-то настраивали. Как железная дорога, что-то похожее. Знаешь, были такие небольшие, но не то, что городки, поселения там, условно говоря, 30 человек, потом через несколько километров ещё там, чтобы дальше они разрастались, разрастались, и между собой они уже коммуницировали. Связь какая-то между ними была, как железная дорога. Вот мне это больше всего напоминает железную дорогу. Скорее всего, не такое строение, как у нас железной дороги, что рельсы, шпалы, но что-то подобное. Не суть общего, но ровная какая-то дорога. Да, ровная какая-то дорога, да, какое-то пространство, что соединяло между собой селение. И мои, те, которых я называла родителями, они не жили на отшибе. Там когда-то было разбито селение, условно говоря. Но когда те, кто был помоложе, выбрали для себя более подходящее, пошли туда и начали жить одним обществом. Это было идеальное общество потребителей. Им здесь не нужно было оставаться среди тех, кто вызывал у них, ну, не то, что они приезжали, у них не было вообще никаких чувств. Но вот смотреть, что эти прозябают, зачем? Можно перебраться туда, где всем хорошо живётся. И это селение было как оставлено. И вот мои старики, я не помню, кто там ещё доживал. Я просто не помню там других людей. Я помню, как ты пришёл, и у тебя ботинки были, один ботинок нормальный, а второй как оторванный. И туда, где между подошвой и самим ботинком забилось много снега, ты шёл по снегу, снег был. И у тебя сильно пальцы были обмёрзлые. Они были белые абсолютно. Ноги, ступня и пальцы там, где вот этот снег. И нос у тебя вот, вот тут вот на переносице разбит был нос, и кровь как запеклась, что ли. Вот таким я тебя увидела, с носом в крови и ноги. Ты еле доплёлся до нас. У нас тоже было холодно. Не было, ну как, продукты какие-то были, всё равно там времена, годы какие-то были, что-то выращивали, но жили как в бедности очень большой. Поэтому людям было проще. Ну, планета была изначально не очень подготовлена к жизни, комфортная. Поэтому некоторые думали, что и так до 61-го года их они дотянут. Проще прожить это время чудесно. Пусть это будет не долгая жизнь, но чудесная жизнь. Хотя, ну, если там лет 30-40, это неплохо, хорошая жизнь. Вообще идеальная жизнь, не вообще чудесная жизнь. Я помню мои родители, бабушка, мать, кто она, эта женщина старая, она каким-то как жиром растирала тебе ноги, чем-то мазала и растирала. А ты как в беспамятстве был. Ты метался, вот может температура или что. Я помню, что метался и как часто бредил, как был без сознания. Ты пришёл один, без кого-либо. Как одна цель? Идти, идти. Да, пока ты немножко окреп, скажем так, пока ты немножко выздоровел, недели две или три ты у нас находился. Старик, отец, он или кто, может, отец, немножко наладил твои ботинки. Он подклеил, не подклеил, а как подбил как-то, вот их, знаешь, соединил, чтобы ты мог дальше идти. Потому что ты не хотел остаться. Ты говорил, что пойдёшь дальше. Ты должен был дойти до этого просто по этой дороге, по железной, не железной, неважно, по этой дороге, по которой ты шёл, ты искал путь к тому кораблю, где этот учёный сидит. Ну, к этому и обживаю, да, источник. Я уже не помню, ни корабля, ничего. Мы были молодые уже. Да, мы уже как третье поколение были, условно говоря. Мы уже не те, которые прилетели, да. Мы уже были как... Да, мы уже как... Да, да. Вот дома построили, да, да. Потом пошла уже деградация, когда расстелились, несколько городов было. И пошёл упадок, нет? Как-то все мои одноклассники, они как-то ушли. И я что-то решил выяснить, а я не захотел. И так вообще ничто к нему подойти мог только тот, кто не в его пространстве. Он как сам первый пошёл в это пространство, а потом как-то подключал. Только, условно говоря, чистый, который ничего ему не должен, не подписал никакой договор. Который, да, он же не имел возможности на душ влиять, на тело влиять. Никак, если человек чистый. Я помню, ты сказал, что пойдёшь к нему, чтобы на куске разорвать этот корабль или уничтожить как-то этот корабль. Чего не знаю, как. Да, ещё как-то... Куда-то пёрся. Как-то тебе нужно было пойти и всех там как поприбивать. Ну, ты знал немножко, что там находится. Ну, мне было как-то вначале всё равно. Я даже не думала о том, возможно, пойти туда. Для меня вначале было более интересно, потому что первые годы я прожила вот так впроголодь, в таком ужасном состоянии, с этими стариками, которые, ну, бедность очень большая там была. Как, знаешь, условно говоря, как мёртвую картошку какую-то ели. И я просто ждала своего времени, пока мне исполнится, чтобы пойти туда. А потом ты мне рассказал, что это не будет никаких эмоций, никаких чувств, ничего вообще не будет, и я стану как стеклянная. И я подумала, что я, наверное, этого не хочу. Я подумала, что я, наверное, с тобой пойду. И потом мне было жалко отпускать тебя одного. Как же ты один-то? Это ты думал, что тебе лучше одному. А я-то думала, что обязательно пойду вместе и будет лучше. Обязательно. Надо же осчастливить. Женщины всегда лучше. Любая женщина это знает. Жалко, что не всегда мужчины об этом догадываются. Женщина напомнит. А потом догонят и еще напомнят. Поперли, да. Я помню, как мы шли по этой дороге. Я помню, как находили какие-то будки, станции, что-то. Вот они были абсолютно заброшены. В каких-то местах я не понимаю, но как одежду какую-то, ткань какую-то искали. Еды там никакой, как не было, может, какие-то остатки. И родителям как-то моим было абсолютно пофигу. Пошла и пошла. Они уже как доживали свое время и доживали, знаешь, их уже не интересовало. Там уже апатия, да. Да. Их уже, они как-то тебе помогли, чтобы ты выздоровел. Ну и все хорошо. Пошли куда-то дети. Ну и дети себе. Им проще. Им же не болели. Там все-таки медицина была на каком-то уровне, как зафиксирована. Но старых была. Да, и туда самых, знаешь, этих же, ну туда самых здоровых брали изначально этих, которые были колонистами. А вот для своих родителей они, может, второе поколение, а может даже первое, я не знаю, какое они были там. Ну, условно говоря, они те, которые я считала родителями. Я не знаю по времени сколько. Мне казалось, что мы бесконечно идём, идём, потому что было холодно. Потому что есть почти ничего не было и спрятаться было негде. В этих будках иногда мы прятались, когда доходили до какой-то будки. Может, неделю шли, может, две недели мы шли. Фихи узнает, оно как-то всё одинаково и было. Что дни, что не дни, что ночи, что не дни. Я помню, что ужасно надоело, и мы думали как-то оба, что это быстрее мы дойдём до этого. Почему-то мы очень долго шли. Затянулось как будто два месяца, что-то такое. Как по расчётам, это должно было быть намного раньше. То ли у нас сил не было идти. То и другое, да. И уже чуть не к весне уже, да. Я помню, что припасы уже практически мы там взяли с собой какую-то ерунду. По многу-то нечего было брать. Нигде не было никакой промышленности. Люди ничего не делали. Зачем что-то делать? Те, которые оставались, те себе условно говоря, какое-то хозяйство, как приусадебное вели, самое-самое элементарное там что-то. Тяжело было очень. И этот корабль, он такой огромный. Силовое поле, которое ты боялся, что через него можем не пройти, а оно было отключено. Ты говорил, что возможно, что там есть силовое поле, через которое нам не удастся проникнуть, ты этого переживал, не знал, как мы пройдём. Я спрашивала тебя, что мы будем делать, когда дойдём, а ты не знал, что. Он был реально огромный. Я не знаю, как что. Условно говоря, вот как, знаешь, вот эти лайнеры, которые плавают, вот если взять расстояние вот человека, этот лайнер огромный. Вот примерно вот такой огромный. На его издали было видно, он какой-то как из нержавейки был. Он уже очень много времени там был, но он какой-то на солнце как блестел. На солнце на чём-то свеже шёл, откуда-то он блестел. Да, и отражалось от него всё. Обшив какой-то, где была отставшая, но это понизило сверху, он такой яркий, блестящий был. А поле было отключено. Не думал, что на него кто-то нападёт, или кто-то к нему припрётся. Зачем держать постоянно под напряжением поля? Какие-то два столба какие-то, как будто вход. Я туда вошёл, как в другое пространство попал. Я так не мог понять, что это такое во сне. Всё, начало плыть, и начало меняться, как только подходишь к нему. Это не силовое поле, это как какая-то реальность вокруг этого корабля. Как вот, знаешь, я не знаю, как это сказать, у кого такие галлюцинации, что вот смотришь, не видишь чётко, а всё плывёт. Изначально это всё плывёт, как искажается пространство, как только доходишь до него, какое-то псевоздействие. Или закрыться хочется, или заснуть хочется, или упасть хочется. И тебе можешь, но вот как теряешься. Я помню, у меня уже вообще почти сил не хватало. Я хотела просто лечь вот там где-то возле трапа и подождать тебя, ну блин, или что-нибудь, потому что на меня, во-первых, воздействие, во-вторых, я уже не могла просто идти. В итоге ты и подождала, да? В итоге я и легла там где-то. Я не зашла вместе с тобой в это пространство, как на уровне трапа, такой высокий трап, высокий-высокий такой, вверх, как поднимаются такие ступеньки. Вероятно, когда-то это было как эскалатор, но во всяком случае я так вижу, а потом просто подниматься по ступенькам. Ты меня сразу тянул по этим ступенькам вверх, пошли. Они мне казались бесконечные. Скорее всего, там не было их так много, я понимаю, просто мы были очень уставшие. Там даже если условно там 30 ступеней, это было очень тяжело пройти. И во-вторых, вот это поле, которое давило, что невозможно было. Я сказала тебе, что я тут на входе посижу. Уже почти дошли до этого корабля, и у меня уже просто не было сил. Я вот тут села на входе, думаю, все равно ты не выйдешь никуда, кроме этого. Вот тут вот посижу, подожду немножко, и попросила, что ты, если хочешь, тоже давай отдохнем. Ты сказал, что если ты заснешь, ты фиг проснешься, у тебя просто не хватит ни сил, ни решительности, и ты пошел дальше. Там все плыло. Чем ближе мы подходили к этому кораблю, там больше все плыло. И когда вошли в коридор, вот возле коридора, то, что я видела, это искривленное какое-то пространство, как вот так, кубиками разделенное. То есть там не было защиты как таковой, но пройти к нему никто бы и не пошел, наверное. Которые в этом, в его пространстве подключенные, перемещенные, скажем так, созданные. И мне зачем было, их устраивало все, что... Они не могли, да, просто это, ну, это его пространство было. Да, условно, только чисто. Мы ничего не должны. Те как каждый шаг, ты менялась пространство, а затем, как ты прошел один коридор, там, как ты поднялся на следующий уровень, на другую палубу, как постоянно другое пространство какое-то было. И там, где он был, ты уже воспринимал как лаву огромную. Ну, это потом уже, когда он меня пытался вытолкнуть. Из этого корабля. Там то ветер, то еще что-то, а потом жара и уже потоки лавы. Ну, я как прыгал по камням, допрыгал до него, потом по нему попрыгал, там эти всякие эти. Больно, блин? Падал, обжигался. Все физически было. Так же, как физические люди могли, так же, как физические люди, которые были в его пространстве, могли кушать, одеваться, есть, пить. Это же не было голограммы, они на самом деле утоляли жажду, голод, одевались, они чувствовали эти вещи. Так и ты физически переместился в то пространство, в его пространство. физическим, если он меня, скажем так, ну, убивал. Интересненько. Ну, я допрыгал таки. С последних сил до верха, и куда-то ему под горло что-то как воткнул. Как разорвал руками. Что это такое было? Как ты видишь? У него, знаешь, как зоб какой-то был огромный, вот он был похож, какой-то рисуется. Знаешь, похоже, у нас на земле есть статуя Будды такой вот огромный, такой, да, большой подбородок. А у него подбородок вообще был огромный. Это было как у пеликана, он туда пищу заглатывает, и пища какое-то время там, а потом глотает глубже. Правильно? Если я правильно понимаю, что пеликан делает. У него там как кристаллики какие-то, как души, и снимались с них какие-то, как гранка шла, именно как снимались какие-то наработки или что-то стирались, какие-то грани стирались, и дальше он проглатывал. Он становился таким огромным, он хотел выйти на уровень кона. А потом очищена отличная информация, вот эти души, структура, и через эти структуры, через эти кристаллы души он с коном, скажем так. Да. Со вселенной взаимодействия становился коном, то есть ни за что не отвечая, имел подключки кона, да. Он научился оцифровывать, грубо говоря, перепрограммировать душ. Стирал абсолютно все личностные данные какие-то, и оставлял себе только. Оставлял себе только вот саму вот вот эту вот энергию, которая вот дух сам, которые вот кристаллы, которые ожирал дальше и становился, да. Обстраиваться. Ему нужно, да, ему нужно было выбрать наибольшее количество, какое-то количество, как знаешь, удельный вес какой-то, чтобы вот, допустим, там условно. Перевесить кона условно. Да, да, да. Перевесить кона ему нужно было условно. Почти получилось. Да, практически получилось. Ты как проколол, и из него начали как вылетать те души, которые еще были не перетертые, те, которые еще в этом зобе, условно говоря, в этом мешке находились, из которых еще были не стерты грани все. Они как вылетели оттуда, как освободились, значит, его начало разматывать, или, я не знаю, как шарик. Как свет из него, да, он изнутри как взорвался светом. Начал освобождаться. Но он, по-моему, не только он изнутри взорвался, он тоже был подключен к этому кораблю, и там весь корабль взорвался. Там был умный корабль какой-то, знаешь, как вот, весь корабль был, это одна общая какая-то система. Авто, автоматическая. Да. Его и душ становились частью, то есть, не только он, его нервная система условно. Он был там, в этом пространстве тоже оцифрованный, полностью перемещенный. Да, и из него, как бы, живя в нем параллельно. Да. Потому что физически она же магия, да. Физический корабль взорвался. Он просто развалился на кусочки, взорвался, и все. Я помню, когда я вот в таком состоянии, полудрема, знаешь, вроде жду тебя, вроде сижу и понимаю, что нужно идти следом, нужно идти искать, куда ты пошел, тебя так долго нету, что происходит, и слышу какой-то треск, хруст, как рвется, как листок бумаги рвется, изнутри, вот этот корабль начинает трещать изнутри, а потом только и все, и больше ничего не помню. обнажение реальности, как слух, у нас чуть ли не Вселенная, но большой кусок пространства, да, не выдержало это. Там были свойства, там были свойства этой планеты такие, что там как, знаешь, как источение реальности, они очень близко, вот эти параллельные, они слои между собой очень близко были. Но сама планета сама по себе была плохо приспособлена для жизни, на ней можно было жить, но было не очень комфортно. Возможно, если бы там это, ну, условно говоря, человечество развилось, возможно, было бы там попроще, построили бы какие-то куполы, какие-то климат-контроли, все что угодно, но просто из-за того не получилось, по времени не успели. Изменили бы климат чуть-чуть. Да, чтобы хоть чуть-чуть теплее стало. Чуть-чуть, условно, затемнить поверхности, чтобы больше света туда не отражалось, а приходило бы теплее. Потому что я... Было бы растения, какие-то были? Было, но, условно говоря, 8 месяцев зимы и 4 лета. Вот, знаешь, вот примерно так это было. За это время какие-то растения успевали дозреть, что-то там успевал, какой-то урожай, что-то было, потому что люди же жили, с голоду не умирали, те, которые не были подключены. Мы днем только шли, а дня было мало, и мы искали много еще, где переночевать. А, потому что мы очень долго шли. Я помню, что... Занавешивали окна какие-то разбитые старые, да. Чтобы немножко потеплее было. Ночью такое впечатление, что были сильные ветра и выдували все из этого. Я не знаю, как можно выдувать, но просто как выдувало все, как сносило всю ночь. Когда становилось темно, как это связано, какая там атмосфера, я не знаю, но как вот именно днем было нормально, а ночью очень сильный ветер. Поэтому мы ночью прятались в каких-то укрытиях и пытались хоть какими-то тряпками чем-то занавесить то место, где мы оставались. Иногда, как не было силы, мы по несколько дней оставались в этом одном месте. Находили какое-то обижающее, мы могли в нем остаться там 3-5 дней, условно говоря, чтобы немножко отдохнуть, окрепнуть, и потом уже шли. Ну, дошли. Ладно, вот такое вот еще одно воспоминание. Выгрузили, ведь легче сейчас станет в голове не держать, по крайней мере. Обжорку. Обжорку, да. Фу, бяка. Такой грохочущий смех. И ор. По ушам бьет. Какие-то, блин, то ли молнии, то ли комки чего-то. Ну и камни, еще комки чего-то. Так, уплотненный ветер. Интересно. Ну, больно, блин. Прямо, как-то торопало. Ну, ладно. Хватит. На сегодня всем дат. Пока. Пока.